Здравствуйте дорогие друзья! Здесь мы рассмотрим поэтапное строение печи Кузнецова на примере отопительной печи с хлебной камерой и лежанкой. В итоге вы будете иметь полноценный отопительный прибор с КПД до 93% и настоящее сердце дома, надежную и красивую печь. Вы сможете выпекать настоящий хлеб в специальной хлебной камере, готовить вкусное, полезное, традиционное блюдо, наслаждаться благотворным теплом нагретого кирпича на лежанке. Важная особенность печи. Вы сможете сами регулировать степень нагрева лежанки. Это происходит за счет наличия двух подъемных каналов, которые формируют два пути прохождения газов. Короткий, минуя лежанку, и длинный, через лежанку. Заставляя идти газы по длинному пути, можно увеличить нагрев лежанки. В морозные дни будет особенно приятно понежиться на вместительной лежанке собственной печи. Благодаря конструктивным особенностям печи Кузнецова, дрова согреваются в ней полностью и не образуется угарного газа. Вы сможете быть уверены в безопасности использования печи. Даже внешне процесс горения в печи Кузнецова намного интереснее горения в топках обычных печей. Пламя имеет вертикально вытянутую факельную форму. И смотреть такое кино про огонь совершенно не надоедает. Печь будет иметь размеры 5,5 на 5,5 кирпича и обладать высокой мощностью. Мощность открытых теплодающих поверхностей от 5,7,5 киловатт при топке печи один раз в сутки и до 11,3 киловатт при топке печи дважды в сутки. Данный вариант печи имеет симметрию. Колпаки расположены по обеим сторонам топливника. Итак, приступим к описанию процесса кладки. Сама кладка печи ведется на глинопесочном растворе. Первый ряд делается сплошным. Начиная со второго ряда, кроме внешнего контура, формируем и внутреннее устройство печи, топливник и колпаки. На втором и третьем рядах устраиваем отверстия для поддувальной камеры, а также прочистные отверстия. На прочистные, которые необходимы для регулярного обслуживания печи, устанавливаем прочистные люки. Остальные отверстия глушим кирпичом. Продолжаем вести непрерывную кладку из керамического кирпича до седьмого ряда. На пятом ряду есть важные моменты. На боковых стенках печи с внутренней стороны устраиваем карнизы по 4,5 сантиметра. В дальнейшем на них будет опираться шамотная футеровка. На лицевой поверхности создаем первый декоративный карниз 3 сантиметра. Также на пятом ряде формируем два подъемных канала. Один для короткого хода, другой длинный через лежанку. Не забываем про подверточные кирпичи в обоих каналах. На шестом ряду делаем еще один карниз на лицевой стороне печи. Закончив седьмой ряд, переходим к кладке шамотного кирпича. Порядок действий таков. Сначала выкладываем топливник, затем футируем колпаки. Возвращаемся к кладке керамическим кирпичом. Ведем непрерывную кладку до 17 ряда. Не забываем формировать проем под топочную дверку. 9 и 10 рядами перекрываем лежанку. Для красоты и по желанию на лежанке можно устроить карниз. На 15 и 16 рядах создаем карнизы по 3 сантиметра на лицевой стороне печи. Устанавливаем топочную дверку. После укладки 17 ряда переходим к кладке шамотного кирпича. Сначала выкладываем топливник. Первые ряды топливника кирпич ставим на ребро. Далее на плашку. Не забываем про сухой шов. Щель его должна быть шириной не более 2 сантиметров. Для усиления конструкции можно прервать сухой шов и перевязать боковые стенки топливника с его задней стенкой. На уровне 17 ряда устанавливаем колосники, вырезанные из шамотных плит. Теперь переходим к колпакам. Для усиления конструкции прибегаем к тому же приему. В некоторых местах закольцовываем кладку, перевязывая все 4 стенки колпака. Вновь возвращаемся к кладке внешнего контура. Ведем кладку до 23 ряда. Устраиваем проем для дверки хлебной камеры. Устанавливаем дверку. В топливнике делаем выпускные отверстия для газов, так называемое хайло. Заканчиваем кладку шамотным кирпичом топливника колпаков. В одном из колпаков не забываем оставить отверстие под задвижку прямого хода. Перекрываем 23 ряд керамическим кирпичом. Устанавливаем задвижку прямого хода. Обязательно оставляем зазор между шамотной кладкой не менее 2,5 см. Повторно перекрываем печь на 24 ряде. На 25 формируем второй ярус печи. Устраиваем прочистные дверцы. На прочистные, которые необходимы для регулярного обслуживания печи, устанавливаем прочистные лючки. Остальные отверстия глушим кирпичом. На 28 формируем канал трубы. Не забываем про подверточные кирпичи. Устанавливаем основную задвижку. Перекрываем печь 30 и 31 рядами. Формируем трубу. Все, печь готова. Приятного пользования! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok